Всем привет! 23 августа. На дачу не поехала. Вчера с внучкой целый день сидела, а сегодня у меня заготовки. Вот такой список себе на день составила. Работы с заготовками и так. Сходила с утра на Валперис, забрала вот такой набор нестандартных крышек. Эти я раньше покупала. Настерилизовала банки, крышки. С утра сварила компот. Отжимала на желе красную смородину. Это желе у меня. Я его отварила немножко, отжала и засыпала вчера сахаром. И смотрите, вот оно уже застыло. Но я сегодня еще раз проварю и направлю по банкам. Уберу пенку. Это просто засыпанное сахаром, а так загустело желе. Вот оно как холодец ходит. И начинаю работу. Сегодня у меня большой список заготовок. Буду показывать, что делаю. Процедила компот. Варю варенье. Конечно, я пожалела, что сразу не сделала. Но у меня не было возможности. С внучкой, говорю, сидела. В общем, пенку я снимаю. Оно немножко такое. Вот посмотрим, как оно застынет. Неравномерная какая-то масса. Было гладенькое такое желе. Ну, посмотрим, как застынет. Пять минут я кипячу и буду разливать. Сейчас еще пенку поубираю и разолью по банкам. Вот процедила этой смородины из отжимок. Получилось семь баночек разного калибра. Две из них пол-литровых. Когда остынет варенье, я накрою крышками. Под тепло не буду убирать. Следующим этапом у меня заготовок будет заморозка белой смородины. Я не нашла ей применение. Да, у меня уже заготовлено немало всего. Вот такими срывали ее. Так я и заморожу. Пойдет на компот и сыргой. Вот приготовила пакетик. Камера была под завязку у меня. Но я нашла ей место здесь. Освободила, переложила в холодильник. Вот видите, у меня все ягодами. Ирга у меня вот в таких пакетах заморожена. Малина. Клубники мало у меня. Потому что мы в этом году проездили. Раскладываю по пакетам. Беру рукой. И она хорошо берется. Листики, если увижу, желтые уберу. И в пакетик вот в этот. Вот вошла смородина. Еще буду замораживать морковь в сентябре. Так что буду искать место что-то убирать. Сегодня по плану у меня из этой малины варенье. Но у меня сейчас сахар закончился. Я схожу в магазин чуть позже. Сейчас займусь грибами. Дальше по плану грибы. Вот я достала свои заготовочки. Что тут у меня? Это на мариновку грибы. Я уже замариновала 5 баночек по 720 миллилитров. Здесь у меня на засолку грибы. Я начала солить. Покажу банку с грибами, где я солю. И в этих двух грибная икра я ее буду морозить. Перемолола, отварила грибы. Разложила в два пакета. Сейчас еще по одному добавлю. Мы готовим сразу много икры. Поэтому я на два пакета только разделила. Дальше будет засолка грибов. Вот грибы. Вот я уже начала солить. Там крышечка у меня стоит, чтобы пресс был. Ссылочка, наполненная водой. Я их очень хорошо вот так нажимаю. Все там плотно. Буду добавлять соль, хрен и укроп. Все готово. У меня грибы находятся в рассоле. Стоят под окном. Будет лишний рассол, отолью сверху, когда дойдет до полной банки. Вот под окном мои заготовки новые. И тут же грибы стоят. Тут холодно и прохладно. Это не все. Там везде расставлено, где можно. На окне лежат томатики для сбора семян. Тут еще вперемешку с перцами. Это я от Лиды принесла. Вы видели видео. Хочу показать урожай на балконе. Вот мои томаты дозариваются. Нужно закрывать мелкие уже. Здесь я привезла в сумке. Даже не разбирала еще. Здесь у меня кабачки. Кабачки я раздаю. Последний раз собирали, отдала тете. Здесь надо помидорки разложить. Здесь лук находится. Здесь перчики. Везде. И по окнам, и в основном на балконе. А этот крупный томат я от Лиды тоже привезла. Алтайский, круглый, она сказала. Я его взвесила. Он почти 560 грамм весит, этот томат. По сравнению с моими, конечно, он намного больше. Вот у меня самые крупные. Но я их не взвешивала. А вот Лидин. Дальше по плану мариную грибы. Только поставила. Буду мариновать огурцы. Приготовила. Залью их водой. И вот три еще большеньких осталось. Это если не хватит наполнить банки. Грибы готовы. По банкам буду раскладывать. И вышла грибу. У меня в этот раз 720. Это у меня шестая вот такая по 720 миллилитров. А это пол-литра ни туда, ни сюда. Я сейчас ее закрою. А потом, когда соберу грибы, еще вместе с ними переварю и замариную. Грибы укутаю полотенцем. Так, закрыла. Хотела показать вот желе. Я на стол поставила. И смотрите, вот оно горячее, еще теплое и уже застывает. Остынет и все будет хорошо. Продолжаю с заготовки. В магнит сходила. Сахар купила. Вот дополнила помидорками. Дорезала еще один такой покрупнее огурчик. Залила кипятком. Варю малиновое варенье. У меня свой рецепт. Нарезала еще два огурца. Чуть-чуть кабачка намалосолила так, чтобы поесть быстренько. Утро 24 августа. Вот сварила варенье. Две баночки вышло по 440 миллилитров. И одна баночка поменьше, неполная. Найдется салка укропа. Вот, отрываю хвостики. И нарезаю укроп. Пока складываю. Потом перемешаю солью и плотно утрамбую в баночку. Стилизовала укроп. Подготовила баночку. 440 миллилитров и соль. Попутно я нарезала стебельки укропа и петрушки для заморозки. На супы, может, буду использовать. Может, мне это и не надо. Щавель был у меня. Нарезала петрушку. И лук-порей нарезала. Все буду замораживать. А это засаливать. У нас пошел дождь. Я на дачу не поехала. Уже третий день. Собираюсь завтра. Сегодня похолодало еще. Буду добавлять соль. Сначала добавлю 3 ложки. Соли много не бывает. Потом эту приправу, так сказать, укропную. Буду добавлять в супы борщи. И просто можно делать бутерброды и добавлять понемножку. На дно баночки тоже добавлю соль и буду утрамбовывать. Еще буду добавлять соль. Очень плотно набила банку я. Укроп еще остался. И вот сверху я посыплю соль просто. И закрою крышкой. И поставлю в холодильник. Сделала еще одну банку. Получилось полбанки. Когда поеду на дачу, привезу укроп и дополню ее. Прилепила название на скотч строительный в один слой пакеты. Сегодня наводила порядок на окне с цветами на кухне. Помидоры перебрала на балконе. Убрала спелые. Это у меня улуру ухра. Все же я правильно определила. Это я возьму на семена. Это фиолетовое сердце зеленое. Тоже буду брать на семена. Это просто лежит голубое золото. Вот столько, наверное, литра три. Тазичек у меня. Полный спелых томатов. Тут перчики, баклажаны. Тоже на кухне намыла. Наготовила на заготовки все. Буду делать что-то типа аджики или лечо. Вместе с кабачками. Готовлю аджику, как лечо, острую. Из острого и сладкого перца, томатов и кабачков. Тут чесночок у меня, соль, сахар, томатная паста и растительное масло. И в конце добавлю еще уксуса. Подготовила три баночки. Но сколько там ее будет, я не знаю. Получилось ровно три баночки. Сейчас закрою их и укутаю. На сегодня, друзья, заготовки заканчиваю. Укутываю и иду отдыхать.